В чем секрет успешной работы инспектора по делам несовершеннолетних? В своевременной профилактике. Главное помогать ребятам избежать проступка, а не наказывать за совершенное. Достучаться до здравого смысла некоторых подростков нелегко. На помощь приходят коллеги участковые, педагоги и местная администрация. Проводим систематические рейды, направленные на выявление правонарушений, пресечение правонарушений и преступлений. Выявляем родителей ненадлежащим образом, исполняющие родительские обязанности в отношении детей. Ну а самое приятное, конечно же, то, когда есть результат. Есть у Елены Юрьевны в работе с несовершеннолетними и другие помощники. Например, в Кубинской средней школе номер 2 это отряд юных друзей полиции. У ребят есть собственная уникальная концертно-профилактическая программа. Не стоит забывать и о том, что сказанное старшеклассником слово нередко действует на особых хулиганистых малышей сильнее полицейского внушения. Очень хорошо помогают. Они совместно с нами проводят различные акции, проводят различные беседы, вот такие мини-концерты, скажем так. На данный момент у нас сейчас пройдет также с ними акция. Мы пойдем в гости к ветерану Великой Отечественной войны, которая нас ждет. К ветерану Великой Отечественной Елизавете Опекуновой ребята идут вместе с инспектором, представителями Кубинской администрации и Общественного совета Одинцовского управления полиции. Елизавета Александровна в военное время работала в ШМАС, школе младших авиационных специалистов, участвовала в подготовке будущих военных авиаторов. Такие посещения, которые Елена Мельникова всячески поощряет, сами по себе сильный педагогический прием, воспитывающие в молодых людях и интерес к прошлому, и уважение к людям преклонного возраста. И все-таки инспектор уверена, основная воспитательная работа должна вестись в семье. Сложны не дети, а их родители, потому что ребенок все черпает из семьи. И так, как относятся его родители к жизни, и в целом к людям, к педагогам, к сотрудникам полиции, так же ведет себе ребенок. Если родители сами относятся положительно, то и ребенок относится положительно. Ну а если уж родители настроены против всех, как говорится, то и...